Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. И сегодня я отвечаю на ваши вопросы по поводу женских добавок. Можно ли их назначать себе самостоятельно и как вообще лучше руководствоваться? Во-первых, все добавки имеют определенное предназначение. Даже ту же омегу для поддержки просто не всегда каждому человеку нужно пить. Я расскажу общие правила, которые вы, возможно, уже будете сегодня использовать. Возможно, уже привнесете в свою жизнь завтра. За это я прошу вас прокомментировать, либо поставить колокольчик и написать мне в инстаграм. Итак, что обычно нужно каждой молодой пожилой женщине, которая хочет быть энергичной? Во-первых, здесь у нас две истории. Это магний, это омега по потребности, но обычно она необходима почти всем, потому что, к сожалению, из еды вы не можете ее постоянно собрать. Далее, обычная история, связанная с кремнием, биосилом, помогает в выработке собственного коллагена, здоровье суставов, костей, зубов, упругость кожи и крепкие ногти, ну и, конечно же, волосы. Витамин D3, СК2 – это гормональное здоровье. Но если есть проблемы с желчным, я на своем курсе говорила, как работать с желчным и как его настроить, то, соответственно, здесь нужно смотреть, индивидуально контролировать. Но это вообще супер штука, которая дает вам энергию, контролирует часто ваш дофамин и помогает вам реализовать ту стратегию, которая достойна той игры, в которую вы хотите сами играть. С вами Алена. Вы на канале с психологом-нутрициологом. Задавайте мне вопросы, пишите комментарии. Я с вами встречаюсь вечером в прямом эфире, где мы говорим, как справиться с жарой.